Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специальное интервью. Меня зовут Евгения Августина. На выходных в Новой Трехгорке прошла акция по раздельному сбору отходов. Сколько вторсырья удалось собрать? Об этом мы сегодня поговорим с куратором акции Еленой Кармальской. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Евгения. Елена, расскажите, пожалуйста, какие отходы в воскресенье в ходе акции собирали? Нам удалось собрать довольно большое количество различных фракций, кроме обычных, ну, все, наверное, знают, макулатура, стекло, пластик, металл. Ну, это обычно собирается на любой акции. Мы еще собираем редкие виды, как пластиковые карты ненужные, зубные щетки, чеки, блистеры от таблеток, можно с просроченными таблетками, пакеты, ветошь, старые тряпки и, ну, практически такой широкий спектр, наверное, более 20 наименований, тут если все перечислять. Вы, кстати говоря, очень часто профессионалы поправляют, когда журналисты задают вопрос, не мусор, а отходы. Вот чем мусор отличается от отходов? Ну, наверное, с семантическим значением. Мусор, он какой-то ассоциацией вызывает, что это что-то вонючее, грязное и противное. Отходы, ну, или мы очень любим слово вторсырье, это вот вторсырье, это материал, из него делают другие вещи, они получают вторую жизнь. То есть вторсырье – это что-то полезное, из чего можно сделать полезное. А мусор – это уже что-то, из чего уже ничего нельзя сделать, увы. Уже все. А много ли сейчас вот каких-то таких продуктов мы покупаем, да, предметов в магазинах, которые, ну, никак не подлежат уже вторичному использованию? Да, довольно много, потому что у нас нет законодательства регулирующего у производителей, в какую упаковку они могут упаковывать. То есть производитель может любой написать значок «recyclable», то есть вот эти вот стрелочки, вот эти три стрелочки, и получается, что вроде как эта упаковка перерабатывается, на самом деле это может быть любой тип пластика, который и смесовой тип пластика. То есть это никак не проверяется? Да, это никак не проверяется. То есть, ну, например, если я производитель, я могу написать «это экопродукт», «это биопродукт». Биоразлагаемые пакеты мне очень нравятся. Да, вот биоразлагаемые пакеты, которые на самом деле, они лучше уж пользуетесь обычными пластиковыми, да, они намного экологичнее, чем биоразлагаемые, хоть и считается так вот, что продвигаются обратно. Да, да. Но на самом деле биоразлагаемые пакеты разлагаются на маленькие кусочки пластика, которые потом попадают в почву и в воду. Все то же самое, по сути. Да. Много ли человек откликнулись на участие в акции по раздельному сбору в «Трехгорке»? В «Трехгорке» у нас в среднем приходит где-то человек 50, не считая волонтеров. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Это постоянно одни и те же люди или присоединяются потихонечку? Ну, основной костяк уже я узнаю в лицо, а те, которые присоединяются, бывает, что просто люди приходят и говорят, ой, знаете, а что это у вас тут происходит? Ну, я говорю, ну, вот акция, да, вот можно сдать вот это, вот это. Они говорят, а когда? Я говорю, последнее воскресенье каждого месяца. И на следующую акцию они, возможно, приходят, если. Ну, то есть присоединяются, часть людей уже известная, а часть людей постоянно растет, я бы сказала. Если бы не мешали какие-то обстоятельства, например, летом людей меньше, они разъезжаются по дачам, по отпускам. Это естественно. Елена, много вторсырья в этот раз удалось собрать? Довольно много. Мы забили доверху тентованную газель, собственно, весь кузов. Было очень много стекла, было много бумаги, было два увесистых мешка тряпок, которые могли поднять, наверное, только самые сильные мужчины. В общем, много, много. Я так понимаю, что да, вы и Евгения, и волонтеры еще вы говорите, да, то есть это дружная команда работает над внедрением раздельного сбора. Ну, в Трехгорке и не только, на самом деле, да, мы знаем. Вот расскажите, пожалуйста, что это за команда про вашу организацию? Несколько слов. Несколько слов. Собственно, главный куратор – это Евгения. Она дольше меня живет в Трехгорке, она организовывает акции там. Я здесь живу год с мужем, и раньше мы участвовали в акциях в Москве, мы участвовали как волонтеры, мы участвовали в лесопосадках, в лесовосстановлении, и поэтому мы присоединились. Как только переехали, я стала искать, где бы здесь присоединиться к раздельному сбору. Там еще есть Катя, Маргарита, есть еще ребята, которые… Оля, вот всех, наверное, перечислять, если я могу кого-то забыть, но к нам каждый раз приходит Таня, да, много нас. Это очень радует. Да. В основном это девушки, но молодые люди тоже есть. А как вы лично пришли к вот этому самому раздельному сбору? Ну, во-первых, тема экологии меня волновала как-то с детства, но не было тогда возможности. Я маленькая была, я гуляла, я думала, вот мусор валяется, а почему он валяется, собственно, может быть, из него можно что-то сделать. А потом где-то году в 13-м в Москве стали появляться акции, я радостно на них откликнулась, к нашему дому подъехал грузовичок с мобильным пунктом. Я сказала мужу, знаешь, я тут на 30 минут выскочу. В итоге я поехала с этим пунктом, с Тульской на Нагатинскую, с Нагатинской на север Москвы, разгрузила там эту газель. Вернулась домой я где-то часов в 11. Вот. И с тех пор я участвую в акциях почти каждый месяц. Раздельный сбор активно внедряется, в принципе, в Подмосковье, да, не только в семьях вот таких активистов. Как вы считаете, насколько успешно это внедрение идет? Я бы сказала, что есть куда расти. Из хорошего то, что есть баки, из них вывозят, я видела неоднократно, что синий мусоровоз вывозит из синих баков, серый мусоровоз вывозит из серых баков, где не перерабатывали отходы. Да. То есть я не видела явных нарушений, чтобы вывозить, чтобы все сваливалось в одну кучу, как многие люди боятся. Но при этом, я бы сказала, мало работы с населением, мало прозрачности от оператора. То есть если бы те, кто занимается сбором и переработкой отходов, больше рассказывали о том, что это действительно перерабатывается, что они берут, а что лучше не сдавать. То есть люди, например, видят, что там принимают пластик. Они кидают туда любой пластик, вот этот пластик и кидают. А на самом деле можно проверить, что есть дорогие типы пластика, рентабельные в переработке, то есть единичка и двойка они называются. И есть нерентабельные, и есть вообще не перерабатываемые. Например, тройка и семерка. И если бы люди это знали, может быть, они тщательнее бы разделяли, и баки бы заполнялись ценным вторсырьем, а не тем, что на самом деле мусор. То есть, может быть, имеет смысл в школах вести какие-то такие занятия? В школах, разумеется, в школах, разумеется, имеет смысл, потому что в детстве у человека закладывается отношение к природе. Например, мой сын в два года уже попал с нами на акцию по посадке деревьев и, собственно, ручно посадил шесть, как мог. И мне кажется, что в школах, по крайней мере, сбор макулатуры и опасных отходов типа батареек, это как норма должна быть. Потому что макулатуры в школах остается много, батарейки – это просто слишком опасные отходы, чтобы пускать это на самотек. Ну, к тому же дети потом пойдут домой, и родителям будут говорить, нет, и выбросим. Да, дети могут рассказать об этом родителям. Да, 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 вы совершенно правы. Вот на самом деле многие уверены, что раздельный сбор отходов – это очень сложно. Разные типы пластика, батарейки в одно место. Не дай бог, градусник разбился тут, вот то ли МЧС звать, то ли что-то самим предпринимать. Насколько сложно в быту это внедрить? Это и сложно, и не сложно. Сложно, если человек захочет всё разом охватить. То есть он захочет вот именно все виды пластика, всё сортировать, всё каждое в отдельный пакетик. Это, естественно, человек быстро перегорит, и он будет... Замучается. Да, то есть проще всего начинать, например, с одной фракции. Например, я сдаю добрые крышечки. Всё, вот крышечки я месяц коплю-коплю-коплю, сдаю крышечки. Мы их моем, правильно? Да, мы их споласкиваем, в основном они не такие уж грязные, эти крышки, если не с улицы их подбирать, а от домашних соков или молока. Правильно ли я понимаю, что добрые крышечки – это ещё и благотворительность? Да, добрые крышечки – это очень хороший благотворительный проект, который помогает детям-инвалидам, детям-отказникам получать необходимые коляски, вертикализаторы и прочие нужные вещи. Два в одном. Да, то есть это два в одном. Это очень просто. Крышечки занимают мало места, они не пахнут, они удобные, яркие и прикольные. Их можно накопить, их можно очень много есть, место, куда их можно сдать. И это ещё и польза детям. А если сосредотачиваемся на чем-нибудь другом, не на крышечках? Дальше. Вот, допустим, мы собираем один вид отходов – крышечки. Потом мы добавляем к ним бумагу. Через месяц мы можем добавить к ним батарейки. Ну, или как пойдёт. То есть кто-то быстрее начинает. И не усложнять по вот этим пакетикам и корзинам. Например, у нас дома стоит мусорное ведро обычное, куда идёт неперерабатываемые отходы. И стоит коробочка, в которой вот пакетик стоит со стеклом, пакетик с металлом. Ну, и что-то может быть, там, зубные щётки, пластиковые карты и прочее смешано. А на акции мы уже досортировываем. То есть, в принципе, место ты немного занимаешь? Нет, немного. У нас в однокомнатной хрущёвке. Мы умудрялись этим заниматься. И муж как-то меня из дома не выгнал. Не сказал, что ты тут всё своим вторсырьём забила. А ещё по опыту съёмок могу сказать, что детям очень нравится играть в эту игру. Особенно, если стоит много-много баков, и им очень нравится бутылочку в один бак, картоночку в другой бак. И, в общем-то, надо, наверное, брать где-то пример с детей и присоединяться. Елена, скажите, пожалуйста, вот подобные акции в «Новой Трёхгорке», они раз в месяц. Вот когда будет следующее? Что сделать, чтобы принять участие? У нас акции проходят каждый месяц. Это четвёртое воскресенье каждого месяца. То есть, надо посчитать, какой воскресенье четвёртым, и акция, скорее всего, будет. Если акции отменяются по независимым от нас причинам, потому что волонтёры всегда выходят, не вся команда может, но хоть кто-то всё равно выйдет. Даже летом мы выходили, кто-то в отпуске, кто-то вышел. Если объявляется какая-то что-то типа карантина, то просто мы пишем в группе отмена акций. Отмена акций, и люди говорят, ой, как жалко, а мы столько накопили, а мы ждём. Ну, ждут, да. То есть, это в социальных сетях можно следить? Да, в социальных сетях у нас есть группа «Раздельный сбор Одинцова» и «Трёхгорка». Есть группа в Инстаграме тоже «Раздельный сбор Одинцова». Можно погуглить, они довольно легко выскакивают на первой странице. И если люди местные, они найдут. Бывают ещё акции, когда анонсируются в группах. Тоже там группа какой-нибудь «Говорит Одинцова», группа «Трёхгорки». Там всегда выходят анонсы. Спасибо большое, Елена, что пришли к нам сегодня в студию. Ну, и по традиции призываем всех выбирать раздельный сбор, потому что это полезно не только для нашей экологии, но и для нас с вами, для наших детей в первую очередь. Оставайтесь на нашем канале. Всего доброго. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok